Добрый день! Сегодня я расскажу вам о гипиаструме. Аморилис, гипиаструм, луковичные растения. Гипиаструм прекрасно цветет и радует нас стрелой, которая иногда достигает до 25 сантиметров. И цветочки на этой стрелочке образовывают сначала соцветия из двух и более цветочков, а иногда не только одна стрела появляется, а появляются две и три стрелочки на одной луковичке. То есть луковичка размером таким дает одну стрелку, а вот такая уже луковица через 3-4 года может дать 2, а то и 3 стрелоноса. Пересаживается растение каждый год, либо до цветения, как только проклюнулся цветонос, где-то 4-5 сантиметров набирает лиственная масса уже надземной части, вы берете и пересаживаете в свежий вазон, либо же после того, как отцветет. Пересадили и поставили, чтобы лиственная масса подсохла и цветонос обрезаете только сверху. Почему нельзя срезать лист после того, как отцветет гипиаструм? Для того, чтобы все питательные вещества, которые находятся в листьях, дали корневой системе это удобрение. Поэтому сам гипиаструм и аморилис не подкармливаются. Практически каждый год, когда его пересаживают, этого достаточно, чтобы он зацвел и чтобы он получил все микроэлементы, которые нужны ему для цветения и произрастания. Берем для этого землю, дренаж и вазончик. Вазончик я приготовила такой. Большой вазон не нужен, так как гипиаструм луковичное растение. И все луковичные растения, чем теснее вазон, тем лучше себя чувствуют они и пышнее цветут. Широкий вазон даст возможность образованию вот таких вот деток. В данном случае мы его пересаживаем практически в такой же вазон, в котором он находился. Это даст возможность ему хорошо произрастать и чувствовать себя в таком одиночестве цветущем. Освобождаем его от вазона. Сейчас аккуратненько. Видите, какая корневая система жирная. То есть посмотрели мы корневую систему. Везде красивая, нетравмированная, подгнивших участков нет. Поэтому мы можем полностью ее сажать. Слишком мы не углубляем, как я ранее сказала. Направляем в центр луковичку. И таким образом, немножко надавливая, пересаживаем. Как только пересадим, оно в течение двух недель даст такую стрелку, которая будет радовать нас жирная, красивая такая стрела-цветонос. Дающая прекрасные ароматные цветочки, которые можно использовать даже для букетика. То есть можете срезать и поставить либо в вазочку, либо оформить свой самостоятельный букет. Убираем чешуйчатые сухие участки, прошлогодние. Но не освобождаем полностью от чешуйки, чтобы она давала защиту от переувлажнения и от прямого солнца, чтобы ожогов не было на луковичке. Все, вот таким образом мы пересадили. Я вам сегодня рассказала о гипиаструме, о том, как выращиваются луковичные растения, такие, как гипиаструм и аморилис. Я думаю, вам было интересно. Всего доброго. Счастливо.